Всем привет! Спасибо большое за ваши комментарии, за фидбэк на предыдущие два видео. Я вижу, что вам эта тема интересна, поэтому давайте продолжим дискуссию. Этой ночью мне удалось поспать еще меньше, чем предыдущий, поэтому без туши для ресниц сегодня не обошлось. Вопрос, который был самым популярным, я его получила от людей, живущих в России, а также от людей, которые живут сейчас здесь, в Америке, но являются выходцами из СНГ, и, может быть, они относительно недавно приехали оттуда и еще не очень хорошо понимают, как устроена американская политика и почему я делаю то или иное выбор. Итак, вопрос, почему я выбираю Джо Байдена, а не Дональда Трампа. И этот вопрос просто поставлен неверно. Я голосую не за Джо Байдена, а голосую против Дональда Трампа. И я вижу, что энтузиазма вокруг Джо Байдена не так много среди других демократов и либералов. Это общая картина по всей стране, но это был самый кандидат от демократической партии, у которого есть больше всего шансов победить Дональда Трампа, потому что он appeals, то есть он нравится и чернокожему населению, потому что Джо Байден был вице-президентом при администрации Барака Обамы. Он подходит и для moderate waters, то есть для умеренных демократов, которые еще не готовы уйти совсем влево, как Элизабет Уоррен или Берни Сэндерс. Они не являются прогрессивной аджендой, а он стоит где-то посередине, и поэтому он может захватить больше республиканцев и собрать наибольшее количество демократов. Именно поэтому демократическая партия выбрала его как нашего кандидата от нашей партии. Хотя, если бы я выбирала, я бы, конечно, ушла в прогрессивную сторону, я абсолютный прогрессив. Берни Сэндерс, Элизабет Уоррен — это мои кандидаты. Их часто рисуют как социалистов, но это не так. Они хотят построить social democracy, подобную на ту, что сейчас существует в странах Скандинавской, Северной Европы. В Скандинавии очень высокие показатели как по уровню образования, по уровню счастья людей, очень хорошая бесплатная медицинская страховка. И это, кстати, очень похоже в Канаде тоже. Есть какие-то черты взяты оттуда. Американскую жизнь, прогрессивные политики. Но в данном случае мы просто пытаемся убрать Дональда Трампа, забыть про него как про страшный сон. И поэтому мы выбрали кандидата, у которого есть больше всего шансов собрать наибольшее количество голосов и выиграть те штаты, не определившиеся, Rust Belt States, как правило, а также Флориду, Пенсильванию, чтобы стать следующим президентом. Потому что большинство людей, когда они выбирают в Америке президента, это не Дональд Трамп против Джо Байдена. Это не конкретный кандидат, а это система взглядов и вер, то есть система beliefs каждого человека. Например, я как демократ, я достаточно космополитен, я верю в то, что это хорошо жить с людьми из других стран, из других культур. И, как правило, в больших городах происходит вот этот микс культур, стран, ты учишься чему-то новому от других людей, и мне кажется, это очень важно. А Дональд Трамп, его повестка абсолютно противоположна этому. Он говорит, он ставит себя, белое население, против чужих. Он говорит, что мексиканцы, когда Дональд Трамп пришел к власти, он сказал, что большинство мексиканцев являются насильниками, и что, как правило, мы получаем... Мексиканцы, которые приезжают в Америку, и вообще выходцы из Латинской Америки, они не самые лучшие люди, которые покидают те страны, приезжают в Америку, что не является правдой, потому что люди ищут лучшей жизни, это, как правило, эмиграция, экономическая эмиграция. И самое интересное, что Трамп предлагает построить против них стену, но он лицемерит, потому что, как мы знаем, Трамп построил свой бизнес на том, что он строил здание по Нью-Йорку и вообще по всей Америке. И он как раз использовал тех же мексиканцев и выходцев из Латинской Америки, а потом их кидал, потому что большая часть этих выходцев не имеет никакой документации. Поэтому они работали, им обычно обещают уже гроши меньше, чем минимальная оплата труда в Америке. Но после выполненной работы мы знаем, что Трамп не платил этим людям за их работу. Он просто их кидал. И Трамп просто, как человек, очень неэтичный человек. У него нет какой-то системы моральных ценностей, морального кодекса. Я не против того, чтобы люди говорили всё straight up, то есть всё, как они думают. Я сама такой человек. Я не могу думать одно, а говорить другое. Но если то, что говорит Трамп, это то, что он думает, то внутри он достаточно мерзкий человек. И я не могу это никак sugarcoat. То есть смотреть на это как-то с другой стороны и считать, что это нормально так себя вести и так разговаривать. Трамп, к тому же, опасен для Америки из-за того, что он сделал культ своей личности. Или, может быть, он поспособствовал тому, чтобы люди возвели его на пьедестал. Что я считаю тоже неправильно, потому что если порой я смотрю ролики или какие-то клипы из ралли, которые он проводит, и люди, которые приходят, которые его поддерживают, они бьются в экстазе, они плачут. То есть он реально создал культ личности у какого-то определенного слоя населения. И здесь очень важно понимать, давайте поговорим, кто именно поддерживает Трампа. Трампа поддерживают, наверное, две-три большие группы людей. Самое главное — это люди, которые живут, как правило, в негустонаселенных местностях. То есть не в городах, а в каких-то отдаленных областях, в деревнях, в маленьких городках. И, как правило, у них нет высшего образования. Только чуть более 30% людей, поддерживающих Трампа, имеют бакалавриат или образование выше, чем это. Все остальные — может быть, школа, средняя школа. И эта группа населения, эта прослойка является одной из самых фанатичных и главных сил, поддерживающих Трампа. Они слышат какие-то его фразы, какие-то лозунги. Как правило, это простые лозунги, которые идут к сердцу человека. Они нерациональны. То есть человек, когда голосует за Трампа, как правило, он голосует сердцем, а не головой. Потому что если послушать детально то, про что он говорит, то это нереалистично или просто плохо для страны. И вот одна из таких прослойок населения — это люди, вот эти голубые воротнички, которые, как правило, не имеют высшего образования. И они работают на мануфактурах, на каких-то заводах. И если их предшественники, их отцы, деды хорошо зарабатывали в подобной отрасли, даже не имея высшего образования, то сейчас, в наше время, это правда, что эти заводы все больше закрываются. Тому пример Детройт, где раньше Форд основал свою мануфактуру по продаже, по собиранию машин. Сейчас это Ghost Town, то есть абсолютно пустой город. И таких городов, наверное, уже сотни по Америке. И все из-за того, что в мире происходит глобализация. Мануфактура уходит все больше в Китай и в другие страны азиатско-южноазиатского региона. Все потому, что там оплата труда в десятки, а то в сотни, наверное, раз меньше, чем в Америке. Соответственно, дешевле производить там материалы, тот же алюминий для строительства, чем делать это в Америке. Поэтому все больше производств покидают Америку и закупают и импортируют эти материалы в Америку. Или какие-то товары. Я понимаю, что многие люди, когда видят, как их город опустевает, и они теряют сами работу, они чувствуют себя забытыми. И это как раз то, что Трамп, как он смог апеллировать к этим людям. Он сказал, я один из вас, я вам помогу, я верну производство обратно в ваш город, я вытащу вас из бедности, я такой, как вы. Но, во-первых, он не может сдержать это обещание. Это очень популистическое обещание, потому что, как я сказала, глобализация играет одну из ролей. Но также просто экономика страны перешла уже давно в постиндустриальный период. Это сейчас американская экономика, это экономика услуг, сервиса, высоких технологий, IT. Если мы хотим вернуть какого-то рода производство в Америке, то это надо перестраивать заводы под зеленую энергию, под производство солнечных батареек, еще чего-то, высокие технологии. Но не возвращаться обратно в 50-е, 60-е годы, потому что этот пароход ушел, этот период прошел в Америке. А он говорит «Make America great again», то есть «сделайте Америку снова великой», как после Второй мировой войны, когда экономика Америки пошла стремительно вверх. И поэтому Трамп популист, демагог, потому что невозможно вернуть в прошлое. Нужно смотреть будущее, развиваться, слушать, что говорят ученые и на фоне этого, и эксперты. И на фоне этого строить новую экономику, ведь не зря Китай сейчас занял нишу зеленых технологий после того, как Америка ушла из зеленого аккорда, Paris Accord. То есть, если вы помните, когда у нас был Обама, он вошел в аккорд между всеми странами, кроме одной какой-то, по-моему, африканской страны, которая не подписала этот договор о том, что мы хотим сократить глобальное потепление на градус, или на два. И Трамп, когда пришел к власти, это была первая, что... Одна из первых вещей, которую он сделал, он сказал, что мы больше не будем частью этого договора. То есть, всего две страны в мире. Какая-то забытая богом страна, по-моему, в Африке, или какой-то остров, и мы, Америка, на которую раньше люди смотрели, как на бастион свободы, как на бастион будущих технологий, будущего развития. Сейчас же мы повернулись к начале века, мы смотрим назад, что никогда не приносит успехов. Единственный способ развиваться, как в бизнесе, как вообще на личном уровне, всегда надо смотреть вперед и смотреть, зачем будущее. Но у Трампа немножко другой подход, и он надоумил вот этих людей, которые голосуют, когда слышат лозунги, вместо того, чтобы разобраться детально в вопросах, в проблемах. Потому что они все ищут быстрое, легкое решение на какие-то очень тяжелые проблемы, которые вообще, возможно, не... Трамп не может их даже осуществить, но они верят ему, они его возвели в какой-то культ. И вот это вот разделение страны на два лагеря, на республиканцев и демократов, это тоже очень неблагоприятная история. Потому что, да, республиканцы и консерваторы — это противоположность вообще всем моим убеждениям. Но до того, как Трамп пришел в эту партию, я могла с ними не соглашаться, но я уважала их позицию, потому что я понимаю, что люди, которые являются консерваторами, они, как правило, люди постарше, из каких-то вот этих штатов, которые не космополитен, то есть не образованы из большого количества различных мнений, различных культур. И, как правило, они очень религиозные, воспитаны в каких-то особых рамках. И у них есть своя просто система убеждений. И особенно если человек уже постарше, то его не убедишь, не переубедишь. Мы с ними разнимся во всех вопросах. То есть я никогда не проголосую, например, за республиканцев, потому что они хотят убрать закон об абортах, то есть запретить аборты. Они хотят, чтобы оружие было продаваемо в свободном доступе, было ко всем. И это то, что сейчас творится в Америке. Это одна из главных бед Америки, я считаю. Открытая продажа оружия. Здесь люди ходят, имеют право держать дома эквиваленты автомата Калашникова и другие боевые припасы, оружия, которые, по сути, должны быть только в арсенале армий, а не в руках частных людей. Отсюда столько массового убийства и вообще убийства на улице, убийства по осторожности. Рекордное количество детей умирает по убийству от неосторожности именно из-за оружия. И вот все вот эти вот вопросы, по которым мы стоим, мы смотрим на них противоположно. Я смотрю со стороны либерала, демократа, республиканцы смотрят по-своему. Но даже если у нас были какие-то раньше...